Как обезопасить себя от мошенничества с ЭЦП? Если раньше участники сделки должны были собственноручно расписаться в договоре купли-продажи, то теперь они могут заверить документ и с помощью электронной подписи. В результате появился новый тип мошенничества. В мае 2019 года СМИ рассказали о первом случае утраты прав на владение недвижимостью из-за подделки ЭЦП. Буквально спустя через месяц зарегистрировали и второй случай. Действительно ли система, которая была разработана для защиты интересов собственников, дала серьезный сбой? Попробуем в этом разобраться. Разбежаемся с терминологией. Электронная цифровая подпись ЭЦП является аналогом рукописной подписи. По большому счету это старшая сестра автографа на бумаге. Ведь ЭЦП не просто владеет, обладает теми же свойствами, но и даже имеет некий расширенный функционал. Подать и купить жилье уже можно без встречи продавца и покупателя. Но такие манипуляции с недвижимостью все еще скорее исключение, чем правило. В России ЭЦП можно оформить в одной из коммерческих организаций, которые имеют лицензию от Минэкономсвязи. Для этого не нужно каких-либо сверхъестественных усилий, достаточно базовых знаний о налоговых процедурах, копии паспорта и номера СНИЛС. Цифровые подписи постепенно распространяются и регистрируются в самых различных службах и системах. Например, уже появились отделения Почты России, которые предлагают получить цифровую подпись, чтобы быстрее отправлять и получать посылки. Разумеется, действует такая подпись лишь в отделениях Почты России, но даже тут предполагается двухэтапная аутентификация. Вы должны подтвердить операцию кодом из СМС. Если мошенники доберутся до вашей электронной подписи для Почты России, вы рискуете лишиться лишь бандероли. А если речь идет о главной ЦП, то можете остаться без крыши над головой. Причем, скорее всего, вы даже и не сразу об этом узнаете. Например, о первом случае мошенничества стало известно, когда собственник заметил новое имя в квитанции на оплату ЖКХ. Он уведомил МФЦ об ошибке, а сотрудник МФЦ сообщил ему, что он якобы продал свою квартиру. Да зачем мне нужна эта цифровая подпись, скажете вы, когда так велики риски. Не стану ее оформлять и буду спать спокойно. И будете не правы, потому что герой этой истории ее тоже не оформлял. Но как же тогда? Да. Получать ЦП не обязательно, но если есть желание, то нужно лично прийти в один из центров, где удостоверят вашу личность и зарегистрируют ЦП. Лазейкой для мошенников стала ремарка о том, что получить ЦП можно не только лично, но и по генеральной доверенности. Получается, проблема уже совсем иного рода. Фактически, мошенникам необходимо подделать не ЦП, а нотариально заверенную доверенность. И они получат что-то вроде электронного паспорта, дающего возможность распоряжаться, например, недвижимым имуществом от имени другого человека. Словом, не оформлять ЦП весьма сомнительная самозащита. Надо понимать, что это не единственный способ подделать электронную подпись, например, взломав личный кабинет на госуслугах. Не выйдет обезопасить себя на 100%, но кое-что все-таки можно сделать. Первое. Сходите в МФЦ, оформите запрет на совершение регистрационных действий в РОС-реестре в отношении ваших объектов недвижимости, без личного присутствия собственника. Второе. Если вам пришло письмо от сомнительной активности в вашем личном кабинете на сайте госуслуг, не игнорируйте его. Как можно скорее смените пароль и не используйте в качестве пароля на госуслугах очевидную вроде даты рождения комбинацию символов. Третье. Покупая недвижимость, предварительно изучите историю объекта. Получите выписку из ЕГРН обо всех операциях с этим объектом. Вас должно насторожить, если в последние годы объект часто переходил из рук в руки. Кроме того, обратите внимание на смену собственника за последние пару лет. Если сделки происходили онлайн, следует углубиться в историю объекта. Четвертое. Если боитесь попасть на мошенников, покупая квартиру, договоритесь с продавцом, что все сделки будут проходить при личном присутствии всех собственников. С вами был юрист, эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Если видео понравилось, ставим лайк. Если еще не подписаны на меня, обязательно подпишитесь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!